Сахар, яйца, хлеб, мясо. Все по списку заявителя. Ирина Конкина работает социальным работником уже 10 лет. У нее под опекой десятки людей. Кому-то закупает продукты или лекарства, кому-то помогает с оформлением документов. Привычные моменты повседневной жизни в условиях карантина обретают иной смысл. Поддержка очень важна. В это нелегкое время мы работаем и оказываем помощь не только получателям социальных услуг, но и всем нуждающимся. Конечно, нагрузка в это время увеличилась, но нас снабдили всеми средствами индивидуальной безопасности. Контакт с пожилыми людьми минимизирован. Передача продуктов через порог. Здравствуйте. Возьмите, пожалуйста, продукты. Спасибо. Доставка максимально безопасна. Социальные работники после каждого визита обрабатывают перчатки антисептиком и в положенное время меняют маску. Специалисты социальной защиты, что сейчас работают с пожилыми людьми, ветеранами, с теми, кто в зоне риска во время пандемии получит доплаты. Ежемесячная выплата составит 10 тысяч рублей. Плюс очень хорошей поддержкой для наших сотрудников будет, конечно же, доплата на проезд. Потому что многие специалисты, которые проживают, например, граждане проживают в отдаленных населенных пунктах, где, возможно, сообщение автобусное, например, положено только, например, раз в неделю или два раза в неделю. Нам необходимо выезжать сейчас почти что ежедневно. 1200 рублей на проезд и плюс оплата сотовой связи каждому в регионе тысячи социальных работников. Ежедневно они получают от 10 до 30 заявок о помощи. Не молчать, не стесняться и беречь друг друга. Сегодня это главный принцип общего противостояния болезни. Если вам нужна помощь, вы попали в сложную жизненную ситуацию. Вы не можете выйти и купить продукты или лекарства. Тогда помогут социальные работники. Заявку можно оставить и на 112, или позвонив на горячую линию. Ее номер 8 800 350 46 46. Марина Тимофеева, Валерий Клочков. Репортер 73.